Давайте помечтаем о том, что случится, когда разведка по открытым источникам ОСИНТ станет обыденным явлением. Например, ее методики будут изучать в школе наравне с предметом безопасности жизнедеятельности БЖД. Расследовательские проекты современной Украины остаются прерогативой узкого круга журналистов и тех, кому не все равно. Это высококлассные профессионалы своего дела, но, к сожалению, они не в силах побудить критически мыслить всех своих телезрителей. Во-первых, потому что и коррупционные схемы, и вслед за ними расследования становятся все изощреннее. Хитромудрые сделки со многими участниками становятся сложнее объяснять. Это требует новых инновационных подходов. Например, развитие технологий визуализации данных. На вопрос, как журналисту показать свою кропотливую работу с данными, отвечает сервис, созданный объединением ОСИСРП Visual Investigative Scenarios . Этот сервис поможет создать историю, которая будет содержать всю необходимую информацию и будет легкой в восприятии. Следующим этапом в расследованиях становятся технологии Big Data . Британский исследователь соцмедиа Лоуренс Александр написал материал о том, как с помощью открытых и бесплатных сервисов ему удалось установить связь между более чем 26 тысячами российских бот-аккаунтов в Твиттере, которые использовались в политических целях. Лоуренс показал, как работают и как связаны большие группы аккаунтов, как они вбрасывают необходимую информацию и т.д. Уже знакомая нам по предыдущим видео урокам команда проекта Text.org.ua, проделала поистине гениальную и титаническую работу сбора и визуализации данных о присутствии в украинском сегменте Фейсбука большой сети бот-аккаунтов, которые работают в многочисленных группах и на страницах объединенных идеями Третьего Майдана и раскачивания общественного мнения. Прямо на странице публикации можно проверить имя конкретного фейсбук-профиля на предмет попадания его в базу бот-сети. Ольга Макарова, эксперт общественной организации «Канцелярская сотня», описала на айтишном портале Хабрахабр, как оцифрованные с помощью краудсорсингового проекта Declarations.com.ua декларации украинских чиновников были использованы для того, чтобы разработать цифровой определитель коррупционной подозрительности. Критериев, которые отображаются чиновниками и парламентариями в своих декларациях для этого достаточно. По этому же принципу команда Techsteor.ua создала интересную интерактивную игру «Грощи метры два авта», в которой, зная, какая недвижимость и автомобили находятся в собственности чиновника, вам нужно угадать, какая у него зарплата. А просмотр общей тенденции показывает диаграмму, на которой точками разного цвета указано сочетание собственности и дохода, которые являются показателями риска коррумпированности. Еще одной удивительной инновацией является Телеграм-бот, разработанный Алексеем Иванкиным, который доставляет вам информацию о предприятиях и организациях прямо в ваш мессенджер. Стоит только ввести название компании или ее EDRPO. Уже сейчас Телеграм-бот может выполнять команды по поиску среди судебных решений и мониторить для вас изменения в этих организациях. Не важно, какие законы принимают украинские депутаты. Возможно, завтра будет изобретен сервис, который сможет сделать мир прозрачней и остановить коррупцию в принципе.